В совещании приняла участие Зоя Козлова, уполномоченный по правам ребенков в Краснодарском крае. Также за круглым столом собрались представители ПМС-центра, управления здравоохранения, образования, специалисты из школы-интерната, а также родители детей, страдающих расстройством аутистического спектра, которые, кстати, уже объединились в общественную организацию по помощи таким детям. В Сочи сегодня зарегистрировано 94 ребенка-аутиста. Часть из них учатся инклюзивно в школах, другие – на дому. Остальные обучаются в специализированном интернате. В плане поддержки этих детей и семей очень много делается в Краснодарском крае. У нас есть краевая программа и подпрограмма «Дети-инвалиды», где значительную роль и значение большое уделяется и органами власти, и законодатели поддерживают выделение средств на те или иные направления работы с детьми-инвалидами. На совещании также отметили, что специалисты, которые занимаются социализацией детей-аутистов, регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах и тренингах. А на последнем всероссийском форуме педагогов-психологов, который проходил в Сочи, было принято решение ежегодно в его рамках обсуждать проблему детей-аутистов. А на базе сочинской второй школы-интерната будет создан ресурсный центр по работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Таким образом, Сочи в Краснодарском крае может стать площадкой по решению проблем детей с таким видом психического расстройства.